Произошли изменения в ванкойн и блокчейн. Можете вы объяснить, какие и с чем это связано? Когда я основала ванкойн, моя задача была войти в тройку лучших. Не было без разницы, быть первыми, вторыми или третьими. Задача была стать значимыми, заметными в этой индустрии. Сейчас наш проект более успешен, чем я ожидала. У нас 2 миллиона пользователей, целых 2 миллиона пользователей, и я думаю, что это намного больше, чем есть у биткоина. Нет официальных исследований и официальных цифр, но примерно сейчас 250-300 тысяч человек в мире, у кого есть хотя бы один биткоин. 250-300 тысяч человек – это немного, если сравнивать с нашей сетью. Мы очень успешны, и не только потому, что мы сумели привлечь самых топовых сетевиков со всего мира. Я думаю, что многие из вас видели, как выглядит список самых высокооплачиваемых людей в индустрии. Наши люди представлены в нем очень сильно. Мы также привлекаем большое количество людей, которые никогда не были вовлечены в сетевую индустрию. Мы сильно представлены на всех шести континентах. Большая сеть находится в Китае, активно стартует Индия. Европа сейчас очень оптимистична по отношению к криптовалютам. Такой успех приводит к присоединению целых компаний – Канлигус, ОПН, Юнивертим из Бразилии и еще несколько, которые сейчас хотят присоединиться к нам. Такой успех привел к тому, что лист ожидания на майнинг растянулся на несколько месяцев. То есть, присоединяясь сегодня, вы добудете монеты только через 3 или 4 месяца. Люди спрашивают, что мы можем сделать, как мы справимся с этим? Действительно ли придется ждать целых 3 месяца? И вы знаете, когда вы на старте, когда вы отправили свои токены на майнинг, очень тяжело ждать так долго. Вы не можете получить коины, использовать их, торговать ими, вам приходится ждать. Одно это доказывает, что успех нашей криптовалюты превысил наши ожидания. Второй момент, о котором мы всегда говорим, мы хотим стать самой используемой криптовалютой. Мы больше не хотим быть в топ-3. Мы уже в топе. И этот топ для нас – это большая капитализация, возможности использования и количество пользователей. Мы сегодня номер один, если говорить о количестве пользователей. Следующий план для Ванкойн – это 10 миллионов пользователей. Следующие два года. И один миллион мерчантов, принимающих Ванкойн к оплате. Один миллион торговых точек, где пользователи Ванкойн смогут приобретать товары и услуги, используя монеты. Наша цель всегда была сделать криптовалюту реальной. У нас возник вопрос, сможем ли мы это сделать? Сможем ли мы обеспечить эту потребность тем количеством монет, которые есть у нас сегодня? Достаточно ли нам монет? Достаточно ли нам нашего блокчейна? И мы поняли, что, к сожалению, нет, мы не сможем. Мы не сможем обеспечить потребность продавцов. Мы не можем призывать продавцов присоединиться в то время, как наши люди ждут добычи монет месяцами. Вторая проблема нашего блокчейна в том, что он обновляется один раз в 10 минут. То есть, если вы хотите оплатить покупку туфель, вам придется подождать около 10 минут, чтобы транзакция прошла. У меня, как у клиента, нет 10 минут, чтобы ждать. И у продавца тоже нет 10 минут, чтобы ждать подтверждения. Это причина, по которой мы должны ускорить блокчейн. Какие изменения произошли? Изменения первые. Блокчейн будет обновляться не раз в 10 минут, как это было ранее, а будет это делать каждую минуту. То есть, каждую минуту будет добываться новый блоккоин. Второе изменение. У нас будет больше монет, которые будут добыты. Мы увеличиваем количество монет до 120 миллиардов. Почему именно 120 миллиардов? Очень просто. Мы говорим о том, что мы хотим быть самой большой резервной валютой в мире. Сейчас Ripple имеет 100 миллиардов монет. Если мы хотим быть самым большим игроком рынка, самой большой криптовалютой, конкурировать на всех континентах, мы должны быть больше, чем любой наш конкурент. Сейчас все говорят о том, что следующие несколько лет будут невероятными для криптовалюты. Это будет очень интересное время. Но мы знаем, что только самые большие и самые успешные выживут. Иван Коин уже сегодня одна из самых больших компаний, и наш план – становиться больше и больше и стать номером один в мире. Третье изменение – это соответствие. Мы все знаем, что сейчас эта область сталкивается с проблемами регулирования. Прохождение многих банковских процедур – очень сложный процесс, в то время как индустрия криптовалют не регулируется никак. Мы не являемся финансовым институтом, таким как банк, но мы решили ввести самостоятельное регулирование. Мы хотим установить новый стандарт для криптовалют. Мы первая и единственная криптовалюта, которая поддерживает процедуру «знай своего клиента» и хранит документы пользователей. В своем блокчейне мы будем хранить в зашифрованном виде идентификаторы пользователей. Это предотвратит отмывание денег, другие негативные вещи и сделает нас самой прозрачной криптовалютой. Мы хотим быть большой силой во всем мире. Именно поэтому мы должны следовать правилам и создавать правила для нас самих. Никто не обязывал нас делать это, но это было очень важно. Иногда меня спрашивают, а вы лучше, чем биткоин? Стоит ли покупать биткоин или, может быть, стоит купить ваннкоин? Я отвечаю, для каждого есть свое предложение. Если вам важно быть анонимным, если вы хотите что-то скрывать, если вы хотите не платить налоги или делать другие негативные вещи, не покупайте ваннкоин. Это неправильная криптовалюта для вас. Ваннкоин – это прозрачная криптовалюта, которая стремится стать международной платежной системой. Мы создали свою философию, и наша философия заключается в том, что мы не прячемся за анонимностью транзакций. Я думаю, что это важный шаг не только для нас, но и для всей индустрии. И мы только выиграем от этого, сделав криптовалюты полноценной частью финансового мира. Это три изменения, которые нас ждут. Более быстрый блокчейн, который будет удобен продавцам и сделает добычу монет более быстрой. Большое количество монет. И третье – более прозрачный алгоритм. Я очень воодушевлена, потому как я всегда хотела сделать этот проект экстремально успешным. И я благодарю вас. Я верю в то, что вместе мы сможем распространить во всем мире ваннкоин. Конечно, вы можете спросить меня. Доктор Ружа, большое количество монет означает, что мои коины станут стоить меньше. Мы несколько раз обсуждали с вами, что именно влияет на цену криптовалюты. Криптовалюта – это не сберегательный счет. Это актив, спрос и предложение на который регулируют его цену. Один из таких двигателей – это бренд. Наш бренд строится на том, сколько людей знает о ваннкоин, сколько людей используют его и как он распространен. Увеличение количества коинов позволит нам сделать бренд сильнее. В следующие два года 10 миллионов клиентов, 1 миллион мерчантов даст нам силу, о которой никто и не мечтал в этой индустрии. Второе, что влияет на цену – это возможность использования коинов. Если вы можете использовать монету, значит, это ценный актив. В противном случае это только спекуляция. Вы можете приобрести такой актив и надеяться, что цена на него вырастет, просто потому, что кто-то так сказал. Но если вы можете использовать монету, то у него появляется внутренняя ценность. Криптовалюта – идеальный инструмент для безграничных быстрых транзакций. Именно так мы будем использовать монеты, покупки и переводы. Невозможно привлечь продавцов без увеличения числа монет. И я верю, что все эти изменения приведут к росту ценности монеты. Конечно, вы спросите меня, что произойдет с действующим блокчейном. Вы знаете о том, что количество монет должно быть заложено в алгоритм заранее. Поэтому нам необходимо будет отказаться от действующего алгоритма и начать новую. Это произойдет 1 октября. Для всех же, кто присоединился к нам до этой даты, мы сделаем то, что позволит вам получить выгоду от того, что вы присоединились раньше, поддержали монету, сделали ее успешной. Мы удвоим ваши монеты. Все, что будет на вашем счету до 1 октября, мы удвоим и перенесем в новый блокчейн. Если на вашем счету будет 1000 монет на конец сентября, то в начале октября при переносе у вас будет 2000 новых монет. Да, вы все правильно поняли. Все, кто присоединился до 1 октября, получат удвоение монет. И это произойдет только один раз в нашей истории. Это бонус для всех, кто помог нам стать большими и сильными. Сделал нас самой быстрорастущей компанией. Я горжусь вами и надеюсь, что вы тоже гордитесь, что вы являетесь частью чего-то значимого, того, что изменит жизни многих. Спасибо. Доктор Ружа Игнатова